Доброе утро, жители Симферополя, особенно Симферопольского района. Записываю видеообращение о состоянии дорог и хорошей работе наших дорожных служб. Это легендарная граница, где заканчивается город. Как видите, тут дорога хорошая. И начинается сфера деятельности Симферопольских дорожных служб Симферопольского района. Как видим, благодаря самоотверженной работе, идеально проработана схема водоотведения. Глубина ям не превышает установленных норм и замечательно сохраняет в себе воду. Даже водители умудряются ездить каждый на своей полосе. Начинаем движение. Как видим, есть участки, где имея небольшие, скажем так, азовые способности маневрирования, можно спокойно объехать те или иные ямы. Но, конечно, приходится выезжать на встречную полосу, но что поделаешь. Вот так почти бесшумно. И, проявляя мастерство вождения, мы аккуратненько, дабы сохранить ходовую часть автомобиля, пытаемся объехать. Видите, как маневрируют наши автомобили? Класс водителей сразу проявляется. Вот как нам весело. Но ничего, мы проедем. Спасибо вам, дорожные службы. Мы за вас рады. У нас даже есть новые остановочки. И наша идеальная дорога. О, слышали? Да, придется скоро ехать в автосервис. Вот она, наша красавица. Но мы ее аккуратненько объезжаем. Как видим, глубина почти 10 сантиметров. Довольно-таки немного. Правильно, надо сначала пропустить автобус, потом ехать самим. Молодцы. Лежачие полицейские не нужны. Это наша зебра. Отличный переход. Продолжаем движение. Ну вот. Вот так вот живем. Вот. Сейчас еще немножко маневрируем. Так. Пропускаем машины, чтобы было удобнее ездить. Так. Вот так вот. Ямка на ямке. Вы, наверное, очень сильно заняты дорожной службой, что за три года вас тут не было. Ну, как видите, все нормально. Можно все это объехать. Да, вот для пешехода, видите, как всегда никаких тропиночек, ничего нет. Но водители аккуратненько объезжают. Пытаются не обливать людей из луж. Так, внимание, внимание, так. Вот так вот и добираемся. Вашему вниманию запатентованные технологии водоотведения. Видите, как она идеально отводится. Отлично. Вот веселый участок дороги. По своей полосе проехать нереально. Ну, ничего. Есть полоса встречного движения. Можно к вам обратиться. Неужели должно что-то случиться, чтобы вы начали действовать? Неужели нужно кого-то сбить? Попасть в аварию? Вот такое вот идеальное водоотведение. Такое чувство, что здесь прошел снежный человек. Оставил свои следы в истории. Видите, как он шел? Наверное, был веселым. Знаками нас не обделили. Как видите, они тут есть. Здесь у нас находится школа. Вот она слева. Сейчас, к сожалению, лесопосадка. Вот она тут, школа наша. Поставили. Ну вот, зебру только забыли нарисовать. Но ничего. Скоро, наверное. Вот, пропусти друга. Своего и сам проедешь. Вот так вот. Ну, а это вот дорога возле школы. Как видите, даже лежачего полицейского не нужно. Тут проехать даже 20 км в час нереально. Свои водохранилища сформировались. Экономим воду. Мы попытаемся проехать по этому участку. Вот так вот весело. Опа. О, есть. Получилось. Вот, да. Пропускаем. Спасибо большое. И нашим дорожным службам спасибо. Едем дальше. Так, вот здесь нужно залезть в перекресток. Так, вот. И выехать. Потому что по основной дороге уже нереально проехать. Вот наша неостановка. Так, дальше идем. Уже совсем скоро. И будем в Курцах. Видим, участок дороги-то и небольшой. Всего лишь-то два или три километра от силы. Но вот как-то не доходят руки. Вот так вот весело едем. Наверное, есть более проблемные участки. Когда снимал, проезжала машина, говорит, про Давыдовку не забыть. У нас то же самое. Ну, там, я думаю, кто-нибудь снимет и покажет. Вот. А тут, видите, участок довольно-таки неплохой дороги. Еще не все потеряно. Еще года три как минимум мы выдержим. Вот. Тут у нас поставили знак. 40 километров. Особо не проедешь. Если только вылететь хочешь. Вот, весело у нас идет дальше участочек. Ага, помыть машину можно заодно. Отлично. Так. Оп. Весело так как. В России живем. Хорошо. Везде. Порядок. Вот так вот. Не, ну, конечно, понятно, что это не город, это район. Кому мы там нужны? Так. Вода отведения наше. О, как весело. Видите? Как будто по роднику едешь. Ручей. Как той песни. Бежит ручей. Журчит ручей. Это про наши дороги. Так символично, как будто часы тикают. Сколько этой дороги осталось. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Вот. А это наша конечная остановка. Скоро будет. Хочу подчеркнуть, что это основная дорога. Это не второстепенная. По ней ездит общественный транспорт. Люди. Вот так вот и едут. Как будто дрова везут. Вот еще одна остановка. Видите? Она тут стоит как раз. Видно. Ну вот мы и в Курцах, можно сказать. На конечной остановке маршрута. Вот так вот. Спасибо дорожным службам. Ходовая часть еще пока цела. За три года, наверное, еще не раз мы ее отремонтируем. Я так ориентируюсь на три года, что у вас тут три года нет. Не было. Возможно, еще три года и не будет. Раз и есть участки еще более-менее хорошие. Так. Делаем круг почета. Еще раз посмотрим на нанотехнологии. Ну, одно рад, что лежачие полицейские не нужны. Видите, тут скорость очень-очень маленькая. Обращались в ГИБДД, приезжала комиссия, посмотрела на состояние наших дорог. Сказала, да, все плохо. Направили в прокуратуру. Теперь будем, не знаю, ждать годы, месяцы, дни. А может и часы. Кто их знает. Будем надеяться на лучшее. С вами был житель этого района, Ильдар Ибрагимов. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok